Друзья, привет! Сегодня мы приготовим сразу 5 праздничных салатов. Мы сделаем селедку под шубой в бокалах, мясной салат с редькой и жареным луком, крабовый салат на помидорках, еврейскую закуску, а также не совсем обычный салат оливье. Ну что, давайте начнем. И начнем мы, конечно же, с оливье. Вместо консервированного горошка берем замороженный и тушим его до готовности. Теперь берем огурец и нарезаем его мелким кубиком. Кожуру снимать не нужно. Потом также мелким кубиком нарезаем картофель и морковь. Главное отличие моего оливье от других в том, что овощи для оливье я не варю, а обязательно запекаю в духовке. Вообще, я делаю так со всеми салатами. Вкус овощей становится совсем другим, он очень яркий и насыщенный. Овощи нужно просто помыть, очистить от кожуры при желании, завернуть в фольгу и готовить до мягкости при температуре 180 градусов. Получается невероятно вкусно. Если вы попробуете хотя бы раз запечь овощи, вы будете делать так постоянно. После овощей мелким кубиком мы рубим вареные яйца. Яйца должны быть сварены вкруту. Я думаю, вы все умеете это делать. Еще для моего оливье нам понадобится свежий зеленый лук. Его нужно тоже очень мелко порубить, а вот репчатый лук мы добавлять уже не будем. И теперь мы нарежем красную соленую рыбу. Я делаю оливье без мяса и без курицы, и этот вариант соленой рыбы мне нравится больше всего. Соленая рыба идеально сочетается со свежим горошком и свежими огурцами. Рыбу нужно порезать на мелкие кубики и вынуть кости, если они встречаются. Теперь просто соединяем все ингредиенты, не забываем про наш горошек, заправляем домашним майонезом и хорошенько перемешиваем. Если хотите, салат можно посолить и поперчить по вкусу. Я обычно подаю такой салат по рациону, вот в таких вот формочках. Но можно оставить и в салатнике здесь, как вам удобно. А мы переходим к следующему рецепту. И сейчас готовим еврейскую закуску или еврейский салат. Это очень вкусная штука, обязательно советую вам попробовать. Ее можно делать как на праздники, так и просто на завтрак. Нам нужно заранее сварить вкрутые яйца, их остудить и затем натереть на мелкой терке. А еще нам понадобится плавленый сыр. У меня сыр был не в брикетах, а в пластиковом контейнере. Он сразу мягкий, поэтому нарезать или натирать на терке я его не стала, а просто наложила ложкой. Нам нужно соединить натертые на терке яйца и плавленый сыр. Но если сыр у вас в брикетах классический, то его тоже нужно натереть на терке. Все это соединяем и перемешиваем. Да, чуть не забыла. В салат нужно выдавить чеснок. Количество чеснока зависит от ваших предпочтений. Я обычно добавляю один или два зубчика. Не очень люблю сильно чесночные салаты. Затем салат заправляем домашним майонезом. Рецепт майонеза есть у меня на канале и даже не один. И все хорошо перемешиваем. Такой салат получается очень шелковистый, нежный и вкусный. Его можно подать самостоятельно или намазать на хлеб и сделать бутерброды. А мы переходим к третьему салату. Будем готовить салат с крабовыми палочками в моем варианте. Крабовые палочки нужно предварительно разморозить при комнатной температуре, очистить и нарезать на небольшие кубики. Дальше нам понадобится свежий помидор. Я взяла 4 штуки. Половину помидорок нам нужно тоже порезать на мелкие кубики. Кожуру снимать не надо. А другую половину нам нужно нарезать на кружочки. На эти кружочки мы будем выкладывать готовый салат. Теперь нам нужно взять обычный твердый сыр и натереть его на крупной терке. Сыр можно брать вообще любой, какой вам больше нравится или какой найдете в магазине. Половину сыра добавляем в салат. Смешиваем крабовые палочки, нарезанные на кубики помидора, и половину сыра. А другую половину сыра пока что оставляем. В готовый салат по желанию можно добавить немного чеснока. Я тоже обычно беру один или два зубчика, потому что сильные чесночные салаты, как я и говорила, я не очень люблю. Заправляем салат майонезом, желательно домашним. И все это хорошо перемешиваем. Выкладываем на плоское блюдо наши кружочки помидоров. На помидорки сверху выкладываем салат и посыпаем все это тертым сыром. Готовый салат для подачи можно украсить свежей зеленью. У меня были веточки укропа, я разложила их по кругу. Этот салат вообще называется морской цветок, и мне кажется, он точно похож на какой-то яркий красивый цветочек. А мы переходим к следующему, к четвертому салату. Будем готовить салат из редьки, мяса и лука. Берем репчатый лук, свежий, и режем его на очень-очень тонкие полукольца. Еще нам понадобится обычное отварное мясо. Можно делать и из свинины, и из говядины. Как хотите, мясо нужно очень мелко порубить. Далее берем зеленую редьку и натираем ее на крупной терке. С редькой ничего делать не нужно, кроме того, что ее нужно очистить от кожуры. Нарезанный на полукольца репчатый лук мы обжариваем в небольшом количестве растительного масла до мягкости. Никакого майонеза в заправке не будет. Мы берем самый обычный йогурт без добавок. Смешиваем его с горчицей, хорошенько перемешиваем. И этим делом мы заправим наш салат. В принципе, сюда можно добавить соль, перец или какие-то специи, если хотите. Такой салат обычно подается порционно. Берется тарелка. На нее выкладывается сначала отварное мясо, затем натертая редька, и затем сверху раскладывается обжаренный лук. Заправка тоже выкладывается поверх салата и перемешивается уже непосредственно костем, человеком, который его будет есть, перед употреблением. Такой салат можно чем-то украсить, например, свежей зеленью или ягодами винограда. В общем, смотрите, как вам больше нравится. Салат можно сверху посолить и немного поперчить. Я решила взять красный перец, потому что он выглядит ярко и, мне кажется, придает изюминку этому салату. А мы переходим к последнему, пятому рецепту. Будем готовить необычную селедку под шубой. Сначала нам нужно замариновать лук, чтобы убрать из него коричь. Берем обычный репчатый лук и мелко его рубим. Я, конечно, не знаю, как вы, но я постоянно плачу, когда режу лук, причем плачу так сильно. Мне кажется, что я прям реву. Прикладываем нарезанный лук в тарелку, добавляем соль, сахар и заливаем все это дело уксусом. Уксус берем самый обычный, столовый 6% и 9%. Все это хорошо перемешиваем и пока убираем в сторону. Далее нам понадобится селедка. У меня было филе селедки и я его просто порубила на мелкие кусочки. Нарезанную селедку сразу же перекладываем к луку, перемешиваем и пока снова убираем в сторону. Да, и не забываем добавить немного растительного масла. Примерно одной столовой ложки масла будет достаточно. Теперь берем овощи, заранее запеченные в духовке. Нам понадобятся свекла, морковь и картофель. Здесь овощи я не рекомендую, а прямо настаиваю. Их нужно обязательно запечь в духовке. Салат приобретет совсем другой яркий выраженный вкус. Все точно так же. Заворачиваем в фольгу, ставим в духовку и готовим при 180 градусах до мягкости. Затем овощи по отдельности измельчаем в блендере. Если вы не хотите измельчать в блендере или у вас его нет, вы можете натереть овощи также по отдельности на мелкой терке. Ну или на крупной. Но точно их нужно не резать, а либо натереть на терке, либо измельчить в блендере. Я выбираю второй вариант, потому что это быстрее, а результат получается точно такой же. Далее нам понадобятся вареные яйца. Яйца сваренные вкрутую. Мы отделяем два желтка, оставляем их для украшения. Остальные яйца и оставшиеся белки мелко-мелко рубим. Кстати, моя кошка просто обожает яйца. И когда я их режу, даже не когда режу, а когда только начинаю чистить, разбиваю яйцо об стол, чтобы начать чистить скорлупу, она сразу же прибегает и ждет, когда я дам ей полакомиться желтком. Все ингредиенты мы раскладываем в отдельные тарелочки, ничего пока не смешиваем. Желтки натираем на терке или просто раскрошим их руками, как вам удобнее. Теперь в каждую тарелочку с ингредиентами добавляем майонез и немного их солим. Все это перемешиваем. То есть изюминка салата в том, что мы сразу смешиваем слои с майонезом, а не смазываем их майонезом уже непосредственно в салатнике или в бокале, как в нашем случае. Мне кажется, что так получается вкуснее и салат намного лучше пропитывается и быстрее. То есть мы смешиваем с майонезом картофель, свеклу, яйца и морковь. Теперь берем большие винные бокалы или порционные тарелочки и раскладываем салат слоями. Сначала кладем слой картофеля, затем селедки с луком, сверху выкладываем вареные яйца, потом кладем морковь и в самом конце накладываем свеклу. Еще раз обращаю ваше внимание, что слои мы майонезом не смазываем. Мы их уже с майонезом перемешали и смазывать здесь точно уже ничего не нужно и это будет явно лишнее. Когда мы положили сверху свеклу, ее тоже майонезом смазывать не нужно. Мы просто посыпаем ее желтком, который мы заранее оставили, натерли на терке или раскрошили руками. Накрываем салат пленкой, убираем в холодильник и даем ему настояться и пропитаться. Уверена, друзья, что эти рецепты вам точно понравятся на предстоящие праздники. Приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok